Не так давно известный белорусский политический деятель, который уже много лет живет за границей, Зенон Позняк, заявил, что Лукашенко загоняет республику в оккупацию, ведь скоро пройдут военные учения с Россией. Позняк предполагает, что Россия не захочет выводить свои многочисленные войска, ставя под удар независимость соседней страны. Президент Беларуси остро отреагировал на данное заявление, обвинив Позняка в бездеятельности и назвал его своим антиподом. Чего нельзя отрицать, так это с жесткой позицией давнего лидера партии КПК БНФ Позняка в отношении России. Он всегда и не без оснований видел угрозу независимости Беларуси с востока. Отсюда его высказывания, местами спорные, местами двусмысленные. А иногда, как ни странно, он идеально вписался в провластную риторику. Он идеально вписывался в провластную риторику. Если им это будет выгодно, о Позняке снова вспомнят. Заметно активизировался Зенон Станиславович в президентской избирательной кампании 2020 года, критикуя в том числе оппозиционных кандидатов соперников Лукашенко. Например, по словам лидера КТК БНФ Виктора Бабарико, поддерживали русский мир, Газпром, Москва. Бабарико потенциально более вредный враг, чем Лукашенко. Это совпало с позицией Лукашенко в то время, который также обвинил Цепкало в работе на ФСБ. Власти тут же расхватали слова Позняка на цитаты. Им очень подошли высказывания давнего оппозиционера. В 2021 году, после введения санкций, Позняк вернулся с новыми суждениями, которые также понравились властям. «Западные санкции против белорусских властей абсолютно бессмысленны и приведут к обнищанию народа, массовой миграции и равнодушию к демократическим ценностям оставшихся в стране белорусов», – заявил политик. Позняк ушел давно, и хотя Зенон Станиславович все время методично, а порой и жестко критиковал белорусское руководство, особой угрозы он не представлял. По этой причине поддакивать таким беженцам стало выгодно. Раньше такое сопротивление было пусть и радикальным, но патриотическим. Таким образом, власть противопоставляет Позняка другим оппозиционерам. К слову, Лукашенко – единственный настоящий союзник России в Восточной Европе, регионе, которой Москва долгое время считала своей основной сферой влияния. Это дает ему огромное влияние на Путина, даже несмотря на то, что его страна с населением в 9 миллионов человек составляет лишь часть размера, не говоря уже о военной мощи своего восточного соседа. Теперь, когда напряженность в отношении между Белоруссией и Западом достигла пика после жестокого подавления Лукашенко народного восстания в прошлом году, некоторые союзники Кремля говорят, что Россия не была втянута в кризис добровольно.